всем привет меня зовут дарья добро пожаловать на мой youtube канал сегодня наконец-то я снимаю то самое видео про которое я вам как-то давно говорила обещала вы снятие вот настал этот момент это будет бюджетная косметика лучшее из бюджета то что я не могу заменить люксом я сейчас перешла полностью на люксовую косметику но у меня также остались и бюджетные средства которые даже лучше люксовых и я просто не могу найти им замену в люксе как бы я не искала и не старалась пока они вот мои фавориты и я все равно продолжаю им иногда пользоваться и так давайте заглянем во внутрь здесь у меня будет всего несколько брендов если мне одна штучка понравилась я начинаю пробовать 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 еще всяких штучек разных этого же бренда поэтому тут будет вен собой и эвелин кстати эвелин очень прям здесь у меня немного будет давайте сейчас все добро высыплю здесь у меня будет эвелин но эвелин совсем будет чуть-чуть кстати раньше эвелин вообще кошмарная была косметика очень когда-то давно но потом они как-то вот в какой-то момент наверное может год назад там два начали делать прям хорошо прям такие классные интересные вещи и качество и цена и прям вот вообще во всем угадали вот все что нужно давайте начнем наверное хотя не давайте не с эвелин потому что у меня там своя история давайте начнем конечно же с вен собой это будет тушь кабарет и кабарет премьер давайте вначале про обычную кабарет это тушь она уже легендарная про нее все слышали ей каждая наверное девушка уже пользовалась это эффект сценический эффект накладных ресниц вот в такой вот она красивая коробочка здесь 9 миллилитров у меня в черном цвете это их вот классическая версия кабарет премьер уже вышла после и они цветные у меня есть и черное и коричневое то есть черная вот такая вот меня запакованная до 0 1 а коричневая будет 0 5 давайте сейчас я вам покажу эту упаковочку я ей наверное пользовалась лет 16 то бишь уже лет 9 купила ее вообще случайно зашла магнит косметик мне нужна была черная подводка я выбрала недорогую от бивен собой и посмотрела а там был такой подарочный набор и как раз была эта подводка и было выгоднее купить ее вместе с тушью я вот как сейчас помню эта коробочка беленькая такая с черным или красным горошком больше ты такой такой типа ретро вот это было вот тушь я вначале вообще значение не придала никакого думаю ну мне как бы в любом случае выгоднее взять набором чем я просто буду отдельно брать эту подводку там разница буквально рублей в 50 было наверное думаю ну попробую тушь если что-то мне жалко тушь выброшу наверное по-любому думаю какая-то хрень получится и вот а подводкой думаю буду пользоваться а на самом деле вышло даже очень наоборот подводка мне не понравилась она какая-то неудобная там такая щеточка была какая-то кисточка но очень твердая какая-то и сама она не очень не за мне понравилось я не смогла нормально пользоваться но тушь это просто выше всяких похвал она делала такие ресницы ну что вам расписываю вы скорее всего с ней уже знакомы если не знакомы купите раньше она стоила вообще копейки но сейчас цены просто взлетели она стоит теперь в два раза дороже на по рублей 300 по моему раньше в районе там 100 с чем-то по моему она стоила но это было очень давно его 9 лет лучше этой туши ничего не было я пробовала диоровской ну знаете сколько стоит dior и сколько стоит эта тушь и они в принципе dior ну тоже хорошая тушь классная но учитывая во сколько раз она стоит дороже ничего в ней такого прям замечательного нет относительно этой туши знаете вот что я хотела сказать вначале вот я ее попробовала а потом я покупала ее очень много раз я даже не знаю сколько наверное раз 10 или 15 и покупала потом мне как-то девочка подарила вот такую кабарет премьер сказала она еще лучше я сказала я вот тоже такой пользуюсь только мне другая немножко не премьер она говорит это еще лучше тут есть также еще водостойки вариант она будет фиолетовом цвете давайте я вам сейчас покажу щеточку она будет одинаковая что у классической версии кабарет и у кабарет премьер они одинаковые тут у них немножко эффект у них кстати такой же у них немножко просто разная формула вот самой туши здесь она более жидкая первый месяц она прям вот немножко реснички склеивать но потом она так раскрашивается прям офигенно а это более такая текстура у него по суше вот этой она быстрее высыхает может быть ее хватает на полгода использования а премьер подольше потому что она более жидкая у него формула давайте я вам сейчас покажу сейчас я вот это уберу она у меня кстати не вскрытая поэтому я не буду ее распечатывать она у меня очень давно стоит и пусть стоит я не люблю знаете все не люблю знаете как то все туши открыть и чтобы они у меня все разом высохли зачем мне это нужно если они в принципе у меня с одинаковым эффектом идут ну давайте наконец-то я вам покажу эту щеточку это очень много разговоров и дело мало щеточка идет силиконовая кстати тут она прям выглядит как коричневая коричневая тушь на самом деле на глазах она смотрится как черная просто такой вот коричневый он очень темный и как-то вот он просто чуть чуть понежнее смотрится не так ярко но она не выглядит прям такой коричневый а здесь там правда вижу она у меня подсохла чуть-чуть так она обычно более жидкая щеточка вот такая как вам показать что давайте вот так а не ворсистая идет она силиконовая кстати вначале мне это понравилось потому что я как-то устала тогда от силикон вот ворсистых и захотела силиконовую потому что она знаете сам по себе у нее ворс такой прям вот как на расчесочке он идеальный там спустя 1 2 3 4 5 6 месяцев то есть она классно выглядит обычно такие ворсистые они там склеиваются уже как-то не очень презентабельно смотрится это все дело чуть-чуть мазнула она подсохла уже да что она давно открытая как-то я не особо вот такого какого-то коричневого прикола не заметила она вот если свет был менее ярким то она вот практически как черный смотрится такой очень темно-коричневый хорошая тушь хорошая это чуть-чуть подороже чем та версия которая просто кабарет пример до рублей на 100 она чуть-чуть дороже стоит вот эта щеточка она все-таки вот сейчас я начала пользоваться опять ворсистыми и настолько мягкий если даже чуть-чуть вы слизистой коснетесь вам не будет больно а этой прям вот в глаз себе зарядить на 1 2 и больно прям будете плакать поэтому с этой тушью нужно быть осторожней а утром не надо так тороплюсь и потом мама не горюй так ну а теперь на мой взгляд самое интересное случилось со мной такое вот приключение год назад помните я высказала про или у меня с ней отдельная история так вот почему я купила аж два продукта от этого бренда вот на этот уж она затмила их кабарет и кабарет пример сейчас я вам покажу расскажу почему год назад когда я выходила замуж девочка которая приезжала меня красть она работала на прав косметики прав и люкс по моему не был но больше прав и я увидела думаю или она серьезно не будет вот сейчас и блин красить и она накрасила она мне делала пробный макияж и это тушь я по моему да у меня был девичник в общем я потом вечером было не до смывания косметики я решила согрешить и легла с тушью что вы думаете у меня она никуда не осыпалась она это экстра удлиняющая тушь или ультра удлиняющая до ультра удлиняющая тушь но она дает эффект таких накладных ресниц она дает разделение она дают длину она дает такой насыщенный угольный черный цвет мне на прям вот на глазах эффекты и наслаивание вообще замечательная она как-то вот если кабарет нужно три раза наслоить чтобы получить прям такой вау эффект накладных ресниц то это справится с два наслоения ну то есть один один раз то нужно будет наслоить если наслоите три раза то ресницы будут вот прям до бровей длинные и она дает и объем хотя здесь это не заявлено стоит она в два раза дешевле я покупала где-то вот 180 рублей на бласть скидкой учитывая то что то уже 300 400 стоит вивен собой поэтому это лучше это реально лучше она и стойкая она и не навеки от не отпечатывается давайте я вам сейчас покажу щеточку щеточка тоже у нее будет силиконовая но она другая сейчас расскажу покажу это тоже кстати у меня в черном цвете продается она насколько знаю только в черном цвете ее хватает на год использования она не высыхает вообще смотрите щеточка у нее вот такая силиконовая она очень похожа по как-то вот по этим ворсинкам по щетинкам на щетинкам точно ворсинки даже она не ворсисты что говорю вот по щетинкам своим она очень похожа на кабарет но они вот такой формы песочных часов они чуть-чуть мягче идут и ей я себе глаз не зарядила ни разу она на мой взгляд удобней и сама формула туши прям лучше вот она и жидкая но жидкая в миру она не сухая как-то она вот даже не сохнет через там полгода вот сейчас я держу в руках вот она год вот ей она красит также как и вот коричневая только коричневая полгода на открытом состоянии а этой год формула прям как это вообще замечательная вот ни одна люксовая тушь она мне так не красит а здесь все и подкручивание прям она вот распахнутый взгляд делает в общем я ее наверное буду закупать а от кабарет я отойду и также я буду покупать люксовые туши у меня сейчас есть планком да планком и и сын лоран я вот пробовала но тоже совсем другая история меня заочаровала она но красивый так разочаровала короче покупают уши которые намного дороже этой и я не устаю разочаровываться это очень обидно как вот вели смогли сделать такой шедевр я вам советую вот как она выглядит запомните еще говорят золотая хорошая но золотой не пробовала следующий давайте тогда вот и блин тут совсем мало еще один продукт давайте наверное я на этом цивилины покончу больше я кстати кроме этих двух ничего не пробовала это корректор хайлайтер я одновременно пользовалась и им и ручкой всем лоран этот более окроющие но он такой менее сияющий цвет цвет вот меня очень покорил потому что редко встречается такой идеальный цвет сна у него примерно со скидкой на рублей 280 стоил миллилитров тут я вам не скажу меня все стерлась но цвет восьмой по-моему он такой с холодным розовым подтоном идет да что ж такое я давно просто не пользовалась потому что он у меня есть честно пропал как-то пахнет очень плохо это вот если например люксовым вот вы можете пользоваться он будет в принципе такой же как и был и запах и консистенция все после даже указанного на упаковочке вот в скрытой коробочке того срока вот за который вы должны его использовать если будете люксом пользоваться дольше ну ничего страшного а вот с такими вещами тем более под глаза его как-то не экспериментируем с таким использованием длительным он пахнет очень прям плохо через полгода где-то как там написано начал и как-то он консистенция немножко так вот изменилась такой здесь он как-то желтым смотрится но он немножко с розовинкой вот его способность покрывать а если навести в два слоя и потушевать чуть-чуть его подбивать глазки жалко руку не жалко так что на руке можно вот посмотрите насколько татуировка яркая а как теперь она выглядит то есть все синячки всю синеву под глазами с которой вот у меня прям проблемы синяков нет но вот синева есть потому что я беленькая кожа светлая вены как-то близко посажены как это можно близко расположены правильно выразилась вот как-то вот эту синеву мне там нужно очень много его было выливать он у меня не закончился даже считывая то что его прям вот сильно наносила щеточка вот консилер из такой щеточкой они очень прям такие долгоиграющие здесь наверное миллилитров 6 как бы не больше хорошая вещь в принципе если вы хотите кровь так и называется не обманули если хотите бюджетную вещь хорошую вещь то я советую вот внимание на него обратить достойная но мы с вами на финишной прямой и теперь давайте поговорим о бровях вот такой вот карандашик вот виден собой наверное штуки 4 его покупала то 0 1 оттенок самый светлый я когда-то давно покупала тени и ими делала брови чтобы было натурально и вот под эти тени кстати этой же фирмы я решила подобрать себе уже наконец-то карандаш чтобы такое было специальное средство именно для бровей первую упаковку я купил он был чуть-чуть потемнее а потом в этом же номере они стали выпускать более светлый мне в принципе он понравился просто чуть сильнее нужно ему наносить такие они у меня постоянно сточные уже этот один из таких думаю раза три поточить и все больше пользоваться будет невозможно замену ему можно подобрать я думаю сейчас этим моментом занимаюсь но есть уже кое-какие средства для бровей люксовые но учитывая цену карандаша тоже там 200 рублей плюс-минус насколько я помню еще часто он идет вот к наборчику с таким гелем прозрачным фиксирующим для бровей очень удобная тут щеточка кстати и сам по себе неплохо фиксирует такой ничего я бы сказала упаковка такая приятненькая но люксовый я себе уже купила но еще не пробовала это было вот в предыдущем видео можете пройти и посмотреть его если вам интересно чем я его собираюсь заменять вот и так упаковки две наверное точно такие покупала и один по моему в наборе с этим карандашом сколько помню как давно это был так этот карандашик давайте я вам чуть-чуть порисуем на руке давайте где-нибудь вот здесь я так размашисто делаю ну вот по нему видно я мне прям вот так вот рисуем я делаю вот так в общем он идеален сам вот гриф ли его он не сильно сухой он не сильно жирно у него не быстро расход за его правильной такой формулы здесь он как-то вот немножко рыжит вот я тоже я вот подбирала себе карандаш когда такое для бровей я вот смотрела блогеров смотрела видео обзоры и все оно смотрелось вот рыжим что свет такое на самом деле он такой же как упаковочка вот он даже серым таким каким-то тоном у него роженки нет абсолютно здесь он прям рыжий господи боже нет он не такой не пугайтесь он красивый как просто его показать без света вообще ничего не видно будет морока можете поверить на слову он красивый коричневый он и блондинкам и брюнеткам подойдет и рыжим тоже он подойдет такой классный карандаш и мне понравилось очень его щеточка обычно там кругленькие такие на всех карандашах а здесь такая именно вот щеточка такая у меня уже не очень выглядит но зато она хорошо делает свое дело она прям него в дымку какую-то превращает и будет так натурально смотрится я от нее без ума вот я люксового карандаша вот такой кисточкой щеточкой вообще не видела если вы видели напишите пожалуйста как это чудо выглядит что это за бренд потому что я найти не могла всего из такого от кругленькая как у туши не знаю такой еще не пробовала вот видите как он тушит вообще супер просто идеальный брови и если зафиксировать еще вот этим гелем совсем чуть-чуть осталось он кстати еще есть не только прозрачный есть коричневый я взяла прозрачный наборчиках обычно прозрачный такой это карандаша он конечно пачкается прозрачный но мне нравится такие упаковки хоть и видно что уже не очень смотрится но зато я вижу сколько его то есть у меня тут совсем чуть-чуть я люблю смотреть как у меня заканчивается косметика это значит что это хороший продукт что я им пользуюсь что я его люблю и что я скорее всего буду еще покупать 6 миллилитров также 6 месяцев они говорят производители ну не знаю он у меня дольше и пахнет также все такое же думаю для бровей можно дольше использовать что не случится фиксировать хорошо но для хорошей фиксации его нужно наносить наносить и наносить то есть один раз нет ну кстати чуть-чуть все-таки подсох видите как блестит видно видно бровки тоже как-то такие получаются если любите наверх зачесывать то можно попробовать и но не с первого раза с первого раза не фиксирует нужно ослаивать так у нас с вами осталось совсем немножко мне даже чуточку стало грустно на самом деле то немного у меня осталось этого бюджета тем более хороший бюджет вообще тяжело найти вот что мы с вами уже просмотрели идут повтора видите и теперь давайте наверное вот с фирмы летуаль я очень долго искала идеальный цвет помады марсалу не катайся стой так это 213 первый раз брала фирму летуаль естественно продавец меня сразу повела к стенду летуаль конечно как я сказала про марсалу уже там приоритетно продавать их фирму красивый насыщенный правильный цвет и она очень стойкая ее хватает на целый вечер учитывая то что вы можете есть пить целоваться неважно что она будет с вами она не скатывается она матовая но она также не сушит губы то есть дискомфорта абсолютно никакого нет она не стягивает она практически не ощущается на губах и к ней я подобрала карандаш кончу чуть темнее по оттенку но вообще идеально они смотрятся это у нас какой-то номер я не выпишу 206 карандашик тоже приятный но он чуть-чуть такой жесткий я бы сказала вот цвет рандом особенно если губы заштриховать а потом наносить еще помаду на более насыщенный смотрится давайте я вам все покажу на руке и вы сами все увидите я бы ее нанести давайте насыщенный вина цвет это красно-коричневая такая помада не яркая абсолютно губы она делает такими пышными несмотря на то что цвет как бы яркие цвета если вас тоненькие губы лучше не использовать они будут казаться еще меньше но эта помада она прям творит чудеса мне пухлые губы но они смотрятся еще прям объем наоборот не уменьшается а увеличивать нереально красивый цвет он и губки и зубки выбеливает и губки восхитительно смотрятся такие сочные давайте теперь карандашиком пройдемся чуть-чуть досмотрится ровно рисует но естественно чтобы не было видно границы ну чтобы помада не делась у нас он чуть-чуть темнее но это правильно так и должно быть а если заштриховать немножко например сейчас вам покажу как тогда помада смотреться сама интересная сама на руке так не попала такое как немножко обильный оттенок мы имя каким-то смотрится я вижу этот свет так будет смотреться помада ой интересно ее сотру теперь с руки насчет ли поле такоматова какая-то оттенок уже более приглушенный очень красивая роскошная помада я не могу сказать что нельзя найти такой в люксе я просто еще не пробовала эта помада мне давно посмотрите сколько я использовала то есть как добить красную помаду я не знаю это нужно каждый день по два раза и наносите я в основном когда у гуляла куда-то в ресторан вечерний такой цвет поэтому сейчас она мне вообще без надобности поэтому я пока люксовую такую не брала может быть возьму я засматриваюсь на том ford у них миниатюрки есть но я не знаю пока еще оттенок на подбирала не знаю будет ли там в миниатюрке он здесь у него один грамм один с копеечками 24 месяца срок годности и у помады в принципе также на помады наверно год будет скорее всего да скорее всего год стандартно советую если вы ищете марсала вот как-то здесь она то отпечатывается все равно а вообще с губ она не сходит даже вот сколько я забрала здесь ничего не видно все ровненько без проплешин каких-либо никуда не собирается не скатываются шикарная помада за свои деньги со скидкой брала по моему на рублей 600 наверно мне все это вышло да ну так бы 1200 то есть карандаша с помадой это прям хорошая цена так ну и последний продукт звездочка сияющая нашего вечера с вами это палетка контуринг тоже от меня с собой такая морской тимачки не знаю почему они так решили кстати есть два вида здесь два хайлайтера и одно контурирующая средства чтобы затемнять оба скул носа и есть также вторая палетка в другой цветовой гамме там один хайлайтер я не помню какого цвета румяна такие персиково-розовые и контрирующий продукт но он более такой как с рыжинкой поэтому вот это более универсальная особенно для девочек со светлой кожей я не могу сказать что ее нельзя заменить люксом я это как раз собираюсь делать это нужно сделать потому что во первых я ее уже створила она очень быстро заканчивается на меловая она как-то осыпается я набираю кистью посмотрите весь темный продукт все хайлайтере то есть ее надо струшивать потом как-то на качество такое средненькое сейчас хочу себе палетку для сияния лица от dior новую которая в розовом золоте там будет 4 хайлайтер но здесь я не могу не отметить ее потому что я и в принципе достаточно долгое время пользовалась потому что у меня другого хайлайтера пока нет контуринг я заменила на там от дольче и у знаменитый там но я вам скажу этот не уступает кошечки по оттенку они оба правильного оттенка такого серо-коричневый без рыжинки и я нанесла хайлайтера так сейчас я его струхну видите что происходит я масса давно не пользовалась надо как-то его убрать в общем она очень аккуратная чистым пальчиком распроб вот он все равно мерцать господи боже хорошо ладно давайте не с него давайте короче на меня разочаровывает сейчас боже это кошмар катастрофа так давайте на мизинчике вам нанесу сейчас этот мой излюбленный для белоснежек просто оттенок он очень холодный такой белый мне как-то он понравился им долгое время пользовалась потом поняла что нет все таки сильно белого я бы не хотела и я начала с этим один целью покажу это золотой он очень цвет шампань очень дорого смотрится он не рыжит для светлых девушек еще раз повторюсь это идеальный вариант за эту цену если сейчас 3-4 тысячи стоит палетка тёр которую я хочу это стоит рублей 500 то есть вот посмотрите золото все очень блестит все прям красиво дорого смотрится нет каких-то блесток отдельных если намешать вот эти два цвета сейчас все буду на коже показывать и как раз темный контуринг тоже покажу на кожу попробую очистить этот хайлайтер посмотрите как они блестят на пальцах но они немножко как меловые и здесь какой-то вот как голубой потом немножко идет он прям холодный ну и здесь не прям сияние из космоса но такое деликатное вы получите давайте еще раз что-то он как-то на лице его но я бы много раз наношу и пальчиком и кистью видеть он весь мыленный когда такого еще не было сухого продукта чтобы он так дотерся кроме наверное пудра одерну даже пудра и на все лицо нужно давайте сводч просто сделаем что-то не очень видно просто да так будет лучше это теперь золото то я вас наверное утомила ребят ничего это последний продукт спасибо что были со мной до победного до финала так теперь золото давайте так же сделаю если их смешивать между собой это просто бомба получается тоже такое деликатное сияние не желтые абсолютно там тоже как-то вот частички серебра есть я сейчас наблюдаю и сочи так пылить так сильно пылить так неприятно пользоваться потому что пылит здесь как бронзовый смотрите но если его подтушевать тут тоже как бронзовый свет так передает красивый золотой давайте я вот теперь их смешал как я вам говорила я последнее время так начала делать получается мне нечто среднее не светлые не сильно золотой получается очень гармонично это рука красная про мне нравится вообще жуть кошмар что вы думаете и кстати если у вас есть палетка которую я хочу dior где 4 оттенка то напишите мне пожалуйста как она стоит ее брать я ее только потестила нам недавно вышла но может кто-то из вас я уже покупал попробовал напишите как думаете то не похоже по оттенкам между собой так и теперь контуринг я воздула немножечко вот ура мы до него добрались ребята да все опять пылить начал очень сильно все мы добрались до него вот как выглядит так сейчас вот эти спрячь вот так правильно коричневый с холодным бетоном таким здесь давайте покажу практически незаметный повторяет естественную тень сейчас в чем сделаем плохо набирается уже палетка кстати у меня это не так давно может полгода на живого места нет уже этой помады давайте я его естественно втушевываю наверное плохая ей показывать на волосках давайте наверное сейчас к вам вернусь все это дело грязное я смою буквально секунды так дубль 2 я отмылась от этого блеска у меня что-то это утомило все если честно очень много всего очень наверное видео затягиваю но зато я очень рада что смогла с вами поделиться какова влажная чуть-чуть опять сейчас какая-нибудь хрень получится давайте еще раз я вам покажу он такой знать у него как влажное такое сияние немножко есть никаких блесток ни в коем случае идеальная тень можно прорисовать все что угодно что есть чего нет все появится что хотите хотите нос будет вам узкий нос хотите сколы выделить все у вас получится с ним с ним очень легко работать он очень пластичный вот видите давайте вот впадинку например вот сейчас проработаю так сильно незаметно а мы сделаем ее сами так ты душу вот роскошный там как-то знаете он немножко более теплый это чуть-чуть холоднее но говорят что там идеальный я бы не сказала что он прям идеальный честно по цвету мне венец его даже нравится больше но мне не нравится что он дичайше пылит в общем вот такая вот история я рассказала вам все все показала я очень довольна ставьте лайк если вам видео понравилось пишите в комментариях ваши любимчики бюджета может быть что-то из того что я люблю вам тоже полюбилась пишите я очень буду рада обратной связи подписывайтесь на канал будет много видео про люкс всем спасибо за просмотр спасибо что досмотрели это видео до конца и до новых встреч всем пока пока